Худшей, высшей и мацней. Под Гомелем сегодня стартовал чемпионат Беларуси по пожарно-воротовальным спорте. У лицея МНС собрались 8 команд из всех областей и профильных установ. Вероника Гамзюкова побывала на турниры. На пляцовце лицея МНС выступают 8 дружин. У каждой команде 10 мужчин и 3 женщины. Сегодня они вызначили наимноценнейших в дисциплинах подъем по штурмовой лезвице на поверхе учебной вежи и переодоление стометровой полосы с пирожкодами. Все спортсмены отрымливают очки за выступление. Лепше у знагороды за двояборья. Пожарно-воротовальный спорт предуглеживает как с поборницкий бок, так и практичный. Применение спортивных навыков у профессийной деятельности. Чем худше спортсмены выполняют задания, тем больше успехов и выполнены они деятельности при ликвидации надзвичайной ситуации. Пожарный спорт за последние годы развился очень сильно. Если раньше мы имели результат мастера спорта 14,8 секунды, это подъем четвертый этаж, на сегодняшний день он является 14,40. Ребята выиграют чемпионаты мира из 13 секунд. Вы можете себе представить, с какой скоростью нужно бежать в четвертый этаж с лестницей весом 8,5 килограмм. Наши ветераны бегали далеко с более скромными результатами. Першим трапить на чемпионат бойцы не один раз подсвержали свой профессионализм на областных споборництвах. Сирот их – переможцы и призеры международных форумов. Например, четырехразовый чемпион света – гомельчанин Максим Шапаров. Чемпионы света – Микита Уколов и Виталь Бобр. Зараз у гомельской команды мощный состав. По выниках первого дня наша сборная у лидерах. В том году были третьи. В этом, естественно, стараемся на ступеньку выше быть. Первые, вторые. Ну, конечно же, боевое настроение. Завтра, как и у всех остальных команд, можно так сказать, конек основной. Ну и кто выиграет боевое, тот выиграет и все соревнования. Завтра – другий день чемпионата. Спортсмены будут змогаться в дисциплине боевое разгортывание. После закончения турниру пройдет ознагороджение переможцев и призеров. Вероника Гамзюкова, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».